Сегодня мы расскажем про тех, без кого невозможно победа ни одной команды. Это, конечно же, болельщики. Сегодня наши главные герои – это дети, которые путешествовали по России благодаря Россотрудничеству. Возможность отправиться в путешествие у ребят появилась благодаря программе «Здравствуй, Россия!». Этим летом я была в Международном детском центре в Артейке в Крыму. Мне в школе предложили участвовать в конкурсе «Люди Артек», где надо было написать о одном человеке, который был в Артеке. Возможность отправиться в Артек я получила благодаря всероссийскому конкурсу «Большая перемена». О конкурсе «Большая перемена» мне рассказала моя подруга Маша, за что ей большое спасибо. Первый этап – это была визитка ИСС. С этими этапами я справился вполне нормально. Следующий этап – это нужно было подготовить проект на какую-то либо из тем. Это мечта, это очень классный был опыт, который, наверное, мне запомнится на всю жизнь. На самом деле поездка в Артек – это такие впечатления, которые ты никогда не забудешь и будешь помнить за тысячу лет. И вот этот долгожданный момент, когда перед тобой вывеска Артека, и ты въезжаешь в сам Артек, и все ребята, кто уже не первый раз, они начинают хлопать, кто первый раз, у того уже слезы на глазах. Я попал в отряд 15-летних капитанов, где мы учили строение шлюпки, шхуны, поднимали паруса на них, учили морские узлы. Прям сами гребли, сами видели всю эту красоту со стороны моря. Мы проходили мимо Адалара, это такие скалы. Мы подъезжали близко к Айудагу, это такая медведь-гора, которая является символом Артека. Сам Артек был насыщен кучей мероприятий. На самом деле мы там не отдыхали, мы там работали, пахали. Что мне понравилось, это то, что в Артеке ты никогда не скучаешь. Вы постоянно куда-то ходите, чем-то занимаетесь. У меня, например, за все время ниже 20 тысяч шагов в день не было. Мне очень понравилось. Ты знакомишься с разными людьми, ты знакомишься с разными традициями, с разными культурами. У тебя в отряде дети из совершенно разных стран. Мы ходили в горы, купались в море, ездили на экскурсии. В Севастополь, в Ялту, в Симферополь. Были даже в бункере. Поездками в Севастополь, в Ялту, в разные города. И сам отряд очень хороший. Были, конечно, спортивные состязания. У меня девочки в отряде играли в футбол, и они вернули кубок в наш лагерь, в полевой. Вот, мы их активно поддерживали. Там очень много различных дисциплин. Например, я занимался теннисом, также был популярен гольф, хобби-корсиум. Интересная штука была, это йога на сапах. Это так называемые водные доски. Играли мы в волейбол, в футбол, в пионербол, в артбол. Я участвовала в плавании в жилетах. Ты прыгаешь в бухту и плывешь в море 84 метра, именно в спасательном жилете на скорость. Я занималась триатлоном. Это бег, вело и плавание. Сейчас же я просто хожу в зал, и мне больше всего из триатлона это нравится плавание и легкая атлетика. Я даже думала туда перейти. Посещу еще раз Артек. Это 100%. Сейчас проходят вторые игры страны СНГ. Такая большая спортивная игра, когда в Беларусь приезжает очень много разных стран, очень много разных великих спортсменов, которые соревнуются в различных видах спорта. Около 4 тысяч участников приехало на вторые игры СНГ. Выступают достаточно молодые ребята. Я верю, что всегда нужно начинать с ранних лет и раскрывать свой потенциал. О вторых играх я узнала от папы, потому что он как раз-таки очень увлечен этим направлением. Вот сюда приехал, очень интересно посмотреть игры. А больше всего мне бы хотелось, наверное, посмотреть на соревнования по гимнастике и, наверное, на соревнования по волейболу. Трансляции по легкой атлетике. Особенно девушек и парней. Я слежу. Я вижу, что у меня ребята 2009 года. Это очень похвально, то, что они уже, то есть они младше меня, но они уже выступают в таких соревнованиях. Меня интересует тяжелая атлетика, волейбол. Я этим увлекаюсь достаточно давно. Волейбол мне нравится тем, что это объединяет ребят. Мы очень часто занимаемся на уроках физкультуры в школе, на каких-то мероприятиях. И это реально классно. Слежу, да, скажу то, что это безумно классно и круто, потому что это объединяет только нас. Беларусь лидирует. Как у вас эмоции от игры? Мы очень рады, что наша команда все-таки начала показывать тебя, потому что счет открыла ОАЭ. Но потом видно, что ребята собрались и начали прям играть. Они очень заряжены. Я получаю только позитив от игры и я реально болею за своих ребят. Я уверена, что мы победим вот так вот. Кричалки придумали, девочки? Беларусь лучше всех. Беларусам ждет успех.